Признавайтесь, вы уже где-нибудь чего-нибудь себе прикупили на Черную Пятницу? Вот тут, вот в соседнем доме, вот тут в соседнем доме. Куда бы ее убрать, чтобы она не мешала, ешкин кот? Так, ну давайте проверим тогда лампу заодно. Аппарат не работает, может быть и лампа не работает. Собралась домой, и самого главного вам не рассказала, как я купила и где я купила. Всем большой привет, добро пожаловать на канал. Я пришла на работу, немножко опоздала из-за того, что подвисла на одном из сайтов, разглядывала гейлаки, база и тому подобное, искала базу Уна Стронг. Признавайтесь, вы уже где-нибудь чего-нибудь себе прикупили на Черную Пятницу? В каких магазинах покупаете, где какие скидочки? Делитесь, я думаю, что всем будет интересно узнать эти злачные места. Так что делитесь в комментариях, где что покупаете на Черную Пятницу. Открываем окна. Пусть нам солнечный свет падает в окна. Вчера что-то так пару раз солнышко выходило, я же думала, что комета летит. Так неожиданно становилось очень светло. Вчера у меня создалось такое впечатление, что у меня пылесос не всасывает, а высасывает. Поэтому я сейчас мешок вытрясла. Ну, сначала такую вот крупную пыль вытрясла в ведро, а все остальное вот туда за занавеску в ванну. И вот смотрите, еще в самом пылесосе сколько осталось. Я, видимо, когда мешок снимала. Если кто ищет пылесос, вот я советую вам вот этот Макс Ультимат 4. Ну, сейчас, конечно, они вышли и покруче. Там и 5, и 6, по-моему, есть. Вот. А это вот такой вот Макс Ультимат 4. И с подушечкой чуть дороже стоит. Без подушки он в районе 3 тысяч. С подушкой, по-моему, 5. Вот такой стоит. Ну, классная вещь. Очень хорошая, очень мощная. Мощная. Кстати, у меня это первый мешок. Там в комплекте два мешка идет. Я пока только первым пользуюсь. Уже сколько? Уже год, наверное, с пылесосом. Пока только одни мешки. Ну, чего они? Вытряхнули, и все. Ну, как новенькие. Я отпустила первую девочку. Стою, даже не сажусь вот на ходу. Ем, потому что времени нет совсем. Сейчас уже следующее придет, и мне приходит сообщение, что моя посылка доставлена. Ура! И даже времени нету сходить, сбегать. Вот тут, вот в соседнем доме. Вот тут, в соседнем доме. Сдек находится, и у меня нет времени выбежать даже. Сейчас посмотрим, если я ее быстренько сделаю. Мне хочется прям поскорее получить, открыть, посмотреть, что там мне рассказать вам, что я купила и где купила, и как купила. Вот. А сейчас я быстро жую и жду следующую. Оказывается, когда очень надо, то можно и быстро работать. За полтора часа мы управились. Но, правда, у нее она без покрытия была, и она просто укрепили мангелем, и сверху просто топом покрыли с блестками, и все. В общем, я такая счастливая. Я побежала за своей посылкой. Сейчас прибегу. У меня полтора часа есть. Я, наверное, даже вам успею показать, что там. И в этом видео, наверное, вам уже расскажу всю эту такую мутную-мутную схему. Хотя она не очень-то и мутная. Все даже вполне прилично. Вы, наверное, уже догадались по коробке, с какого магазина этот товар. Сейчас будем его распаковывать и проверять. Кстати, можно проверить сразу в СДЭКе. У них камеры стоят. Ты просто открываешь ножом, при них под камерами розетки включаешь, проверяешь. И если аппарат не работает, можно сразу, ну, то есть не принимать посылку. Они отправляют то, что ты не приняла, и, соответственно, деньги тебе возвращают. Я спросила. Она говорит, да, можно так. Вот. Я говорю, а если я здесь вот не хочу? Они говорят, вы можете дома, говорит, открыть, посмотреть, проверить. А потом будете просто возвращать уже через этот магазин. То есть магазин Paris Nail. Так, упаковка. Все заклеено со всех сторон. Здесь вот немножко уголочек. Вот здесь вот как-то странно вот это вот заклеено. Но, ладно, будем надеяться, что все хорошо. С этой стороны аккуратно переворачиваем с той стороны. В общем, смущает вот этот уголок. Я надеюсь, что не роняли коробку, потому что там аппарат для маникюра. Открываю. Так. Переворачиваем. Открываем. Вокал. Куда мы ее убрать, чтобы она не мешала? Моя ешкин кот. Сразу мусор. Как я попросила, положили декларацию. Декларация о соответствии. Правда, код я верну. У меня тоже такой штампик есть, что он дает. Он ничего не дает. И что мы там видим? Та-дам! Ну, я думаю, вы по вот этой вот, по вот этой вот поняли, да, что за аппарат. Вот он. Стронг 210. Стронг 210 с ручкой 105L. Вот он. Вот здесь же лучше видно. 35 тысяч оборотов. Честно говоря, я думала, что он побольше. Что-то какой-то непонятный он. Маленький совсем. Сумочка маленькая. Так, ручка. И блок. Смотрим, какой тяжелый. По сравнению с моим, конечно, у меня уже как будто просто пустышка. Здесь паспорт изделия. Руководство эксплуатации. Так, гарантию почему-то тут не написали. Срок продажи, серийный номер. Ничего не прописали. Я так думаю, что надо самой-то, что ли, заполнить. Непонятно. Так, стаканчик. Вот он такой. Так, какая-то бумажка должна быть. Как включать? Там же написано было. Вроде везде же вкладывают. В общем, что важно заметить? Важно заметить, чтобы вот эта штучка, вот эта вот, вот эта вот штучка должна быть включена на 220. Я не могу понять. Это 220 сейчас включен уже? Это обязательно. И прям в некоторых заказах магазин прям печатает бумажку такую, что нужно на это обратить внимание. И если аппарат будет переключен на 110, да, то аппарат сразу же сгорит и уже продавец ответственности нести не будет. На кабеле написано, что написано. На корее написано. А розетка сразу под рукой. Визуально, вот я смотрела обзоры, визуально вот так вот он, да, это оригинал. Буквы черные, рамочка внутренняя тоненькая черная, наружняя не широкая, не размывчатая синяя. Здесь есть логотип, номер. Это нужно будет все пробить на сайте. Все, деление от большего к меньшему. Так, все есть. Ручка, микромотор, номер. Ручка 105L с холостой фрезой. Пружинка, провод. Подключаю. Ну и здесь у нас запасные щеточки, ключик. Так, что, включаю на аппарат? Переключатель стоит на 220. И аппарат не горит. Ну, то есть кнопочка не загорается. И он не работает. И вот это нужно было сделать в магазине. Аппарат не работает. Это кнопка реверса. Это кнопка включения. Аппарат не работает. Не работает. При этом кабель включен в розетку. Короче, на данный момент аппарат не работает. Я выключаюсь. Сейчас буду думать, что делать. Буду писать в техподдержку и спрашивать, что делать в такой ситуации. На камеру все снято. Аппарат распакован на камеру. Подключен, проверен на камеру. Аппарат в данный момент не работает. Так, ладно. Следующий товар с сайта Paris Nail. Это лампа. Lacombe, как она называется. Вот такая лампа. Здесь 46 ватт. Так, ну давайте проверим тогда лампу заодно. Аппарат не работает. Может быть и лампа не работает. Я так расстроена. У меня от злости аж, я не знаю. Не от злости, а от какого-то разочарования. Аж трясет. Засунула провод. Включила в розетку. Загорелся таймер. Видно, да? Таймер загорелся. Лампа работает уже хорошо. Что это она так? Видите? В общем. А, она сенсорная. Господи. У меня-то кнопочки на такой лампе. А здесь сенсорная. Все супер. Отлично. Лампа работает. Короче, я расстроилась раньше времени. Чуть не расплакалась тут, что взяла какую-то хрень нерабочую. Все работает. И как вы поняли, да, я взяла все-таки стронг. А то я даже ничего не сказала. В общем, я взяла стронг. Почему? Потому что, во-первых, отзыв, видеоотзыв от маникюра Вери. Ну, вы тоже видели. Вы мне советовали посмотреть. Она взяла маратон. Но я сомневаюсь в подлинности ее аппарата. Он какой-то немножечко другой. И она его покупала на озоне. Я все-таки купила на профессиональном сайте. И все-таки больше комментариев было, рекомендаций в пользу стронга. Вот. И я взяла стронг. Ну, и для педикюра он все-таки лучше. И тем более, если в рассрочку, то почему бы и не взять. Я раньше времени расстроилась. Все работает. Все хорошо. Я сейчас вам объясню, в чем дело, если вдруг у вас такая ситуация возникнет. Вот аппарат. Его включаешь. Он должен загореться. А он не горит. И он не работает. Без паники. Здесь маленький фокус есть. Он просто стоит на ноге. То есть на педали. Переключаем на руку. И он загорается. Все в порядке. Он просто не видит ногу. Педаль не видит. Поэтому он не включается. Так все хорошо. Ручка действительно тяжелая. Поворачиваю. Слышно? Вот так он легонечко-тихонечко работает. Мне аж непривычно. У меня он так не чувствует. Я как он тарахтит даже вот так чуть-чуть в руке. А это ну вообще прям. И вот здесь вот где-то идет выдув прям такое охлаждение. В общем, я в восторге. Лампа тоже классная. Прям супер-пупер лампа. И что-то же я еще там заказывала. Ножнички. Ножнички эти я взяла где-то рублей за 300. В общем, одна заточка. У меня заточка стоит 350. И тут ножницы целые новые за 350. Естественно, ножницы я куплю, чем одни свои старые заточу. Взяла вот такие большие пакеты. Они тоже с прозрачной. Такие комбинированные. Мне они очень понравились. Но я взяла побольше. Потому что, допустим, в педикюре я использую пушер, кюретки. А в тех маленьких пакетиках не продезинфицируешь. Отдельно, конечно, можно их просто положить туда в лоток и все. Но как-то перед клиентами все-то хочется показать, что ты это все по правилам делаешь. Поэтому крафт-пакеты специально для педикюрных инструментов. И заказала вот такие белые бафики. И они, честно говоря, очень сильно улучшают маникюр. После того, как снимешь покрытие, там пилочкой доработаешь. И перед покрытием базы, если зашлифовать ноготок вот таким бафиком, он и махрушки все убирает. Вот здесь из-под ногтя, если там натуральный ноготок опиливаешь, такие махрушки остаются. И махрушки убирает. И поверхность ногт такую прям делает хорошую, ровненькую. И база прям намного лучше ложится, выравнивается. В общем, супер. Заказала беленькие, потому что обожглась желтыми. У меня ногти вот эти два желтых. Очень довольна аппаратом. Сейчас я все подключу. И со следующей клиенткой уже буду работать этим аппаратом. Надеюсь, что я ничего и не пропилю с ним привычки. Убираю старинку свой. Это будет у меня как МЗ. Вдруг что? Да? Уберу эту лампу. Она печет очень сильно. Хорошая лампа. Все, сушит гибрид, но печет. Тоже будет МЗ. Какой же он тяжелый. Все. Вот так это все выглядит. Новенький аппарат. Новенькая лампа. Вот так со стороны клиента выглядит это. В общем, я у всех спрашиваю, удобно ли вот эта вот подставочка и под нее лампу. Либо удобно так. И все клиенты в один голос говорят, что удобно вот так. И рука хорошо на подушечке лежит, на пылесосе. И лампу, руку одну сюда, одну сюда. Возможно, сейчас даже сниму процесс работы с этим аппаратом. Немножко переживаю, чтобы как бы ничего не пропилить с непривычки. Вам покажу обязательно. Я устрою для тебя аварию прямо под твоими окнами. Все, я на сегодня отработала. Что могу сказать по итогу работы с этим аппаратом? Все классно. Снимает все как по маслу. И причем на средних оборотах. То есть ровно наполовину. От полной мощности ставлю ровно наполовину. И когда делала маникюр, именно фрезой пламя ставлю на где-то, ну как так, сориентироваться там, то наверное 10. И причем я думаю, блин, что-то он опять не включился что ли аппарат. А он настолько тихо, бесшумно работает, что даже вообще, блин, я только когда уже прикоснулась к ноте, тогда поняла, что он все-таки крутится. А так его вообще не слышно, ни жужжания в ручке нет. Если я старым аппаратом на полной мощности, все супер, он хорошо тоже снимает. Но он чувствуется в руке. Вот это дребезжание в руке чувствуется. А со стронгом нет. Если тем аппаратом я чувствую сопротивление идет, я к этому привыкла. И я думала, что это так и должно быть. Когда теперь работаю этим аппаратом, он более мощный. И вот этого сопротивления не чувствуется. Он как идет, прямо как по маслу. Собралась домой, и самого главного вам не рассказала, как я купила и где я купила. Как вы могли заметить, это магазин Paris Nail, довольно всем известный. Еще есть один магазин, Electric Nail, по-моему, называется. Если я не путаю, но вот эти два магазина, ссылки на них я оставлю в описании под видео. Если кому-то интересно, заходите. Это никакая не лажа абсолютно. И там все честно. Есть еще несколько магазинов, которые работают по этой схеме. Это рассрочка. Это не кредит. Там нет никаких процентов. Там нет никакой скрытой, еще там какой-то оплаты или еще что-то. У меня батарейки садятся, я быстро говорю. В общем, эти магазины, они сотрудничают с одной платформой. Называется по долям или доли. По долям. Далями называется. Далями. В общем, то есть сумму вашей покупки делится на четыре части. Одну четвертую часть вы сразу оплачиваете. В общем, у меня заказ вышел на 17 с чем-то. А 4 тысячи я оплатила сразу. Остальная сумма у меня разбилась. По частям. В общем, на равные четыре части. И каждые две недели у меня с карты будет списываться по 4 тысячи с копеечками. В общем, все прозрачно. Приложение, эта платформа, это Тиньковская. То есть, это не какая-то левая. Это приложение Тинькова. Вам нужно обязательно будет это приложение установить на телефон. Набрать это приложение долями. И он загрузить его, зарегистрироваться там с помощью телефона. Если у вас есть карта Тиньков, он сразу подтянет все ваши данные. И больше ничего заполнять не нужно. Дальше приложение показывает, какие партнеры есть, какие магазины. Там и одежда есть, и спортивная одежда есть, и спортивный инвентарь. Несколько я понимаю. Электронные курсы какие-то есть. Также есть несколько магазинов нейл индустрии. Выбирайте магазин, выбирайте корзину, как обычно вы покупаете. Но при оплате именно у Paris Nail и Electric Nail есть способ оплаты долями. Вы нажимаете долями, и дальше вам идет такое объяснение, что сейчас вы должны заплатить 1 четвертую часть. Все остальное у вас будет в личном кабинете долями. А также график платежей придет на электронную почту. Придет еще, по-моему, смс-ка какая-то. В общем, все прозрачно. Действительно, я сначала, у меня списалось 4 тысячи. Дальше мне на электронную почту пришел график, что через 2 недели я еще должна 4 тысячи заплатить. Я эти деньги уже за 2 дня заработала. Так что все в порядке. Никаких процентов, я повторяю, там нет. Это все работает. Я нигде не нашла на это отзыва. И, конечно, это все пока в процессе. Я еще не расплатилась. У меня через 2 недели только второй платеж. Но все работает, как вы видите. Все прошло. Буквально доставка. Сколько за 3 дня получилась у меня доставка. Все супер. Я довольна. Так что, если у кого нет возможности сразу заплатить такую большую сумму. Видите, там я не только аппарат взяла, но и лампу, и ножнички. Там еще какие-то расходники взяла. У меня вышло 17 тысяч. Это все разбилось на 4 части. И каждые 2 недели я просто буду оплачивать. Там последний платеж в декабре, там когда-то, какого-то числа в декабре. То есть, я даже раньше смогу расплатиться. Так что, вот на заметку вам, если кому-то интересно. Может, кому-то одежда нужна зимняя. Там можно купить тоже и одежду. Все. Батарейка, слава богу, не села. Выдержала. Я собираю себе ку-дому. Субтитры сделал DimaTorzok